Что ж, друзья, в этом видео я хочу показать вам очередной базовый флориш, которым пользуются многие начинающие, ну и не начинающие, а вообще все картёжники почти что пользуются. Это вращение карты на пальцы, то есть карта переворачивается, вращается и снова кладётся в колонну. Вращается, снова кладётся. То есть этим флоришем можно украсить как бы любое представление, да, когда вы хотите там как-то эффектно достать карту зрителя. Например, вы её вывели наверх, переворачиваете и вот он, триумф, карта зрителя и вращается ещё у вас на пальце. Вот такой вот приёмчик, но для того, чтобы научиться его делать, вам придётся, конечно же, постараться, потому что сходу он не получается. Увы. Ну что же, теперь давайте поближе перейдём и посмотрим, как его делать. Ну что ж, друзья, давайте смотреть, как вращать карту на одном пальце. Первым делом вам надо почувствовать центр карты, да, то есть когда вы кладёте карту, она у вас должна спокойно лежать вот на этой, на подушечке среднего пальца. То есть подушечка должна быть прям вот строго по центру карты, чтобы карта у вас вот так вот спокойно лежала на пальце. Вообще в идеале при вращении она как бы должна и остановиться на этом центре. Но это в идеале. Ну, почти получилось. Итак, как же выполняется само вращение? Так, положили мы карту, да, вот она у нас лежит на пальце, на середине. То есть вот здесь вот, прям по центру лежит. Далее, мне необходимо создать вот этот вот вращательный момент. Для этого я упираюсь большим пальцем также в середину, а указательным вот чуть повыше вот этого вот самой, чуть повыше вот этого нашего среднего пальца, да. И когда происходит вращательное движение, я эту карту не сразу с места вращаю, а я её чуть назад сначала вращаю, причём закручиваю чуть назад именно средним пальцем. А указательный мне лишь помогает в этом деле. То есть средним пальцем я её вот так вот чуть назад и потом средним же пальцем делаю вращательное движение вперёд. То есть держу на среднем пальце чуть назад и потом чуть вперёд назад, вперёд, назад, вперёд. То есть вот так вот назад-вперед, назад-вперед, назад-чуть-вперед, чуть-назад-вперед, 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 вперед. Собственно, это движение вам нужно прочувствовать и отработать. Плюс вам необходимо еще будет поработать над тем, чтобы карта постоянно не билась вот здесь вот об ладонь. То есть необходимо будет пальцы подгибать так, чтобы карта проходила спокойно. Не ударялось о вашу руку. Ну, друзья, собственно, здесь объяснять как бы особо нечего, да, то есть главное положение пальца и вращательный момент, чуть назад, потом вперед ее закручивать. Это приходит с опытом, как бы работайте, тренируйтесь, и у вас непременно получится. Ну что ж, на связи с вами был Куликов Сергей, а мы переходим к следующему уроку. Субтитры сделал DimaTorzok